Здравствуйте. Сегодня мы поговорим про такой город в Израиле, который называется Брейбраг. Брейбраг – это город в Израиле, который находится в Тель-Авивском округе. Будет в конгломерацию Гуздана. И в конгломерацию Гуздана примыкает Тель-Авива с востока. Расстояние между Суми приблизительно 50 км. Население в 2015 году составило приблизительно 1799 человек. Основан город в 1924 году. Статус города получил в 1950. Большая часть жителей – религиозные евреи. В Нейбраге несколько десятков религиозных школ и более 200 синагог. Город Нейбраг признан во всем мире столицей евреев, которые придерживаются ортодоксального образа жизни. В городе отсутствуют кинотеатры, дискотеки и прочие развлекательные учреждения. Большая часть улиц в субботу закрыта для транспорта. Занимает площадь приблизительно около 7 квадратных километров. Древний Нейбраг был филистинским городом, который основан был в Железном веке и лишь ко времени второго храма ставшим еврейским. Он упоминает на оберийске Синхарева, Санхарева, то есть как филистинский город и с начала второго храма, в период второго храма город стал только поселением иудеев. Он упоминается также несколько раз в Сталмуде. Он также упомянут в Пасхальной Агаде как место жительства Раби Акива. Местом древнего Нейбрага принято считать хом около дорожной развязки Месубим южнее Рамадгана на территории современного парка Айалон. Название этого перекрестка также связано с упомянутой историей из Куркальной Агады, где говорится о том, как Раби Акива с другими мудрецами праздновали Нейбридзим и Субим, буквально сидели оболкотившись в Песах в Нейбраге. Нейбраг основан 13 июня 1924 года как религиозный центр Хасидим из Польши, который возглавлял исхак Дерштенгогн, будущий первый мэр города. В Нейбраге действует один музей в Гинзах Кедуш Ахашем, где представлена жизнь религиозных евреев в Европе до Второй мировой войны и в ее течение. В 40-е и 50-е годы в городе работали два кинотеатра. Горы в центре города Идан в районе Пардаскас. Попытки открытия новых встречались с сопротивлением со стороны религиозных жителей города. Незавтра построил новый сверкающий небоскрой Мигдар Чемпион, который построил специальный завод, чтобы символизировать новый герой Нейбраг. Поговорим о таком важном пункте, как для репатриантов и съем жилья. Жилье в Нейбраге, как и на покупку, очень дорогое. Стоимость жилья в городе для израильцянина снимать одноклубленную квартиру будет от 2500 до 2500 шекелей приблизительно. Снять одноклубленную квартиру в Нейбраге очень тяжело. Комнатная квартира будет стоить от 2800 до 4000 шекелей на съем для израильцянина. При этом съемщику придется платить большую часть коммунальных услуг. Общество Нейбраге находится в районе Большого Тель-Вио, поэтому цены на жилье здесь довольно высокие. Теперь поговорим о таком важном пункте, как работа в Нейбраге. Работа в Нейбраге и окрестностях полно. Есть и обычная простая работа, так и большинство вакансий во многих секторах экономики. В Нейбраге и окрестностях также имеются вакансии на хайдековские должности. В общем работа в Нейбраге есть и найти ее нетрудно. Теперь поговорим о такой вещи, как зарплаты в Нейбраге. Средние и выше. Поэтому зарплаты в Нейбраге в основном можно неплохо, больше чем в большинстве районов Израиля, потому что Нейбраг это все-таки центр Израиля. И из-за этого здесь соответствующий коэффициент. Зарплата в Израиле рассчитывается из того, сколько ты зарабатываешь за час. На сегодняшний день это 6 мая 2017 года. Зарплата за час будет около 27 шекелей. Ниже этой цифры зарплата датчик имеет право платить зарплату, потому что исходя из закона, если он будет платить ниже этой цифры, то где-то 24-25 шекелей в час, то наемный работник имеет право подать на него в суд. И обычно суд присуждает на наемному работнику компенсацию. Теперь поговорим о стоимости жизни Нейбраге. Стоимость жизни Нейбраге выше обычной стоимости жизни в центре Израиля. Для патриантов она будет побольше еще потому, что они в основном снимают жилье, и это сильно отражается на семейном бюджете. Основные расходы семейного бюджета – это в основном расходы на съем квартиры. В случае, если патриант покупает квартиру, то у него будет, конечно, основным расходом выплаты ипотечные суды. Но учитывая высокой стоимость сегодняшней квартиры, она будет также довольно высокая, и купить квартиру в этом районе сегодня не представляется реальным для абсолютного большинства патриантов. На семейном бюджете также отражается чувствительное лечение зубов, страховка автомобилей и покупка бензина для автомобиля. Становится Нейбраге для автонома Израиля в основном довольно терпимый, существенного влияния на бюджет они в основном не оказывают. Теперь поговорим о таком важном пункте, как количество русскоязычных Нейбраге. Нейбраге составляет примерно 10-25% от общего количества населения. В какой-то части, но не во всех офисах, дома живет достаточное количество русскоязычных. Поэтому языковой барьер ощущается в Нейбраге, но не очень-то сильно. Теперь о климате. Климат в Нейбраге отсутствует шутерпийский, зерношеский, мягкий климат, довольно жарким летом, а лето продолжается где-то около полугода, относительно мягкой зимой. Температура во многих во время зимы не опускается, почти никогда ниже нуля. В основном температура в Нейбраге во время зимы от снижения до 15 градусов тепла, иногда доходит даже до 25 градусов тепла. Также зимой в основном впадает дождь, довольно сильная влажность. Летом температура доходит от 28 градусов до 35 градусов тепла. А лето здесь с мая и до середины октября, иногда и до конца октября. Дожди со среди мая и до середины сентября – это довольно редкий случай. Теперь поговорим об благоустройстве города. Городный барак довольно красивый, очень благоустроен. Есть спортивные площадки, детские площадки, фонтаны, суды и парки. Отличные ухоженные пляжи. Извиняю, здесь пляжей нет, но если вы с Нейбрага проедете в район Таравива, то там это не так далеко, то вы там можете достичь любых лучших террорийских пляжей. Теперь говорим о таком важном пункте, как безопасность. Террорийские пляжи в Нейбраге, конечно, существуют, но количество терактов незначительное. Теперь город подвергается обстрелам во время конфликтов из сектора газа. Но ракеты попадают в город довольно редко. В основном они падают в районе Тель-Авива и Рамадгане. На последний город теракты, конечно, случаются, но очень редко. В основном теракты происходят в Руссулеме на границе с сектором газа. И также во время конфликтов из сектора газа подвергается обстрел в сам центральный Тель-Авив. Теперь поговорим о криминале в Нейбраге. Случаи криминала имеются, конечно, но в общем-то он не чувствуется. Большинство жителей его не ощущают почти совсем. Можно без проблем здесь гулять по ночам без всяких проблем и не беспокоить своей безопасности. Теперь поговорим о Нашавсе города. Нейбраг находится, в общем-то, на равнине, и в этом он резко отличается, например, от Хайфа, который находится на горе Кармель в довольно крутоом горном хребте. В этом отношении он тоже резко выигрывает. Поэтому жизнь людям, которые приехали из таких стран, как Россия, Украина и Белоруссия, более привычна именно в Нейбраге, чем, например, в той же Хайфе. Но ортодоксальная религиозная направленность города делает все же проживание в нем не совсем удобным для репатриантов из этих стран. Теперь поговорим о загарности атмосферы в Нейбраге. Загарность атмосферы в Нейбраге находится, признанно, на более высоком уровне, чем на среднеизраильской. В общем-то, летом, в очень жаркие дни, бывает довольно тяжело. Чувствуется запах гнезина и смогут даже учитывать, что город находится недалеко от побережья и поливается метрами. Но из его насыщенности авто и промышленностью в Западе сильнее и дольше держится. Это был краткий обзор про городный Нейбраг в мировой столице евреев, который придерживается традиционного образа жизни, входящий в район Гурдан, район Большого Тель-Авива. Все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.